я приветствую всех на своем вечернем канале вот буду вести рубрику болталка во время умывания может быть кто-то меня сразу и осудит потому что я вот сегодня уже видела немножко негативные комментарии можно сказать так еще канал не запустила уже люди недовольны тем что я обещала что я буду показывать жизнь пенсионера по франции но я и буду ее показывать но это же не значит что я каждую тему должна посвятить именно пенсионерам но пенсионерам и нахожи же продолжается и что-то другое вот поэтому если кому не нравится что я буду снимать видео во время снятия макияжа и в это же время болтать со своими подписчиками как правило этой девочкой они меня поймут то вы можете просто нажать на кнопочку и перейти на следующий канал на те видео которые вам больше доставляют удовольствие я человек очень заняты вот поэтому может быть летом у меня только и останется время именно когда я вечером снимаю свой макияж или просто чище лицо естественно что чистить зубы перед вами я не собираюсь это однозначно вот но то что если я сниму макияж или дневную рабочую пыль с лица за это время успею с вами поболтать о чем-то я не вижу в этом криминала кому не нравится девочки значит значит это не ваш канал ну вот потому что краситься каждый день выводить стрелочки душиться для того чтобы снять видео с вами у меня на это нет времени это раз во вторых я человек который постоянно проводит время в саду я постоянно в темных очках скоро мое лицо позагорит и будет натуральный загар мне нужна вот косметика поэтому конечно же краситься специально того чтобы снять очередное видео я не буду ну вот такая вот я что скажу дальше сегодня я сделала очень большой шаг я записала первое видео откровенное видео об этом мне всегда очень мало говорит мне было это неприятно не то что неприятно каждый раз когда ты начинаешь говорить о том этапе жизни в котором тебя не один раз унизили оскорбили смешали с грязью конечно же девочки но любому это возвращаться в это время будет сложно но наверное наступил момент когда мне нужно нужно просто уже выдохнуть все это прошло все это в прошлом ну вот у меня сейчас совсем другая жизнь но очень многие мне все равно задают вопрос как ты попала во францию а вот как это было что это было почему-то все думают что это Марис который меня нашел это Марис который за мной приехал в Беларусь скажу вам честно что если бы у меня не было этого первого замужества то я бы с Марисом никогда не встретилась потому что мой муж не тот человек который будет разъезжать по странам за своей невестой вот он очень на французском это говорится фамилиале то есть он очень привязан к своей семье к своим детям у него две взрослых дочери трое внуков я думаю что я когда-нибудь вернусь к этой теме тоже потому что дети к нас бывают часто вот с дочками его у меня сложились хорошие нормальные адекватные отношения поэтому три случаи конечно если вам это интересно я расскажу вот по большому счету я вот сейчас вот выдохну свой негатив который у меня вот как бы через годы еще остался немножечко все я закончу и потом мы будем с вами говорить о повседневной жизни о том что происходит это моих цветочках но девочки кто его знает жизнь такая штука бывают и непонятки и непонятки какие-то и не всегда мы согласны со своими мужьями и мужья не всегда с нами согласны я не знаю идеальных семей может такие есть но кажется что во всех семьях есть свои какие-то определенные проблемы время от времени конечно девочки нужно стараться не ссориться не ссориться не ссориться сильно не ссориться так чтобы потом было очень сложно исправлять свои ошибки но всякая жизнь бывает поэтому если у меня будет какая-то нужда в ваших советах и поделиться с вами потому что ну больше не могу не могу плохо мне и плохо нужно рассказать может быть расскажу а так вообще-то конечно я уже много лет социальных сетях и все мы знаем что как всегда мы показываем самые крупные красивые фотографии самые красивые путешествия самые красивые моменты из нашей жизни вот поэтому может быть у людей складывается такое впечатление что вот прям там вот она живет в Провансе или где-то там во Франции или где-то там в Париже или там в Италии тем более на берегу моря и там прям вот все там прям чики-чики-пуки не бывает так девочки у каждого есть свои проблемы у каждого есть запросы например у меня завышенные запросы в жизни и мой муж их не может релизовать я это прекрасно понимаю и он наверное он попытался сделать все для меня но мы-то живем по возможностям которые у нас есть ну вот поэтому очень хотелось бы чтобы те люди которые подпишутся на мой канал и которые будут смотреть мои видео чтобы все таки весь негатив они оставляли ну при себе что ли ну лучше уж поставьте мне дизлайк чем пишите чем будете писать какой-то негатив потому что я очень чувствительный человек несмотря на то что я решилась на такой шаг рассказывать о себе и показывать публично свою жизнь то что люди всегда прячут и делают недоступным для других это не значит что мне вообще все равно кто и что напишет да мне не нужны дифферанты но и хамство я не потерпю поэтому но так вот такой вот у меня резюме сегодняшнего дню я считаю очень важным для моего канала youtube у меня достаточно много просмотров для первого такого серьезного видео ну вот у меня есть комментарии и в принципе люди доброжелательные почти все меня поддерживают за что я вам очень и очень благодарна ну а сейчас пока пока ваша провансалочка до скорых встреч на канале и возможно в вечной жизни